всем привет меня зовут сергей узлендер вы на моем канале и сегодня вот очередная сводка 23 день войны с хамасом операция железные мечи которую проводит израильская армия в секторе газа это видео можно поддержать лайк подписка комментарии не забывайте включать уведомления стараюсь выкладывать видео каждый день и можно поддержать и финансово немного за донатить это тоже очень помогает кнопочка супер спасибо где-то вот здесь такое сердечко с долларом и две платформы бусти и patreon ссылки на них находятся в описании ну произошло несколько довольно важных событий это первое впервые с начала войны до впервые за три недели бениамин нетаньягу наш премьер-министр встретился журналистами и в составе вот этого вот кабинета войны он министр обороны галланд и министр бенни ганс который присоединился вот к этому правительству чрезвычайного положения дали пресс-конференцию там нетаньягу в общем задали довольно прямой вопрос вы вообще ощущаете какую-то ответственность за то что произошло он начал юлить сказал там что мы все тут ощущаем ответственность хотя вопрос был направлен вот лично персонально к нему наговорил много вещей но по большей части вещи эти были в общем известны что война будет вестись до уничтожения хамаса что мы должны сплотиться что армия там делает свою работу что после войны будут заданы очень тяжелые неприятные вопросы все на них ответят в том числе и он сам как он выразился мы перевернем каждый камень ну то есть будет исследовано каждая вот отдельная каждый отдельный элемент этого пазла как же так получилось что мы проспали 7 октября такое чудовищное вторжение посмотрим во всяком случае через определенные там медиа через телеграм-каналы сейчас распространяют такие вбросы о том что нетаньягу якобы не знал до него не донесли информацию о том что готовится 7 октября вторжение здесь важно отметить два момента таких которые сейчас вот становятся известными первый момент это есть в израиле радиолюбитель он прослушивал вот эти коротковолновые частоты в том числе частоты хамаса ну судя по всему он понимает арабский и часов 8 вечера 7 а точнее 6 прошу прощения октября он услышал что в газе массово отдают приказы на выдвижение на развертывание он позвонил в полицию в полицию в израильскую по этому поводу звонить как совершенно бесполезности ограбили вот его просто послали в буквальном смысле он после этого пошел в полицейский участок но его послали и там еще пообещали конфисковать аппаратуру если будет отвлекать их от важных дел вторая второй момент это по линии разведки южного округа прошла информация тоже примерно в это же время вечером 6 октября о том что что-то такое в газе готовится что происходит какое-то движение явно это движение вот выльется в нападение на израиль такое же сообщение было по линии шабака то есть это наша служба безопасности в южном округе состоялась поздним вечером уже совещание с командующим командующий доложил генштаб и в генштабе уже под утро это было в районе четырех часов утра закончилось совещание в котором принимали участие глава военной разведки глава шабака и начальник генштаба и было они провели так называемую оценку ситуации решили что до нападение какое-то будет но она будет таким локальным попытаются атаковать в одном месте прорвать границу атаковать один из кибуцев в результате было принято решение отправить на юг вот эту спецкоманду шабака такила называется позднее она попадет в засаду на перекрестке яд мордыха и понесет тяжелые потери в бою с террористами и повысить бдительность все что требовалось от начальника генштаба это снять трубку позвонить в южный военный округ из командовать им боевую тревогу чтобы люди спали в форме с оружием чтобы удвоили караулы чтобы экипажи боевых машин заняли места в танках они в казармах своих кровать и все конечно пошло бы по другому но все это будет еще исследоваться в ходе работы государственной комиссии которая будет расследовать вот эту всю историю что касается хода самой операции армия продолжает нанесение ударов ликвидировано очень много полевых командиров очень много боевиков прям вот существенно много и очень сильно разрушена инфраструктура террористов но насколько пострадал их подземная инфраструктура это большой вопрос армия ведет ограниченные сухопутные действия в газе используя вот такой принцип как я уже говорил салями то есть вот нарезают кусочками территорию анклава заходят уничтожают какие-то ближайшие цели отходят заходят уничтожают ближайшие цели доведут разведку отходит немножко и вот так вот вот в таком темпе продолжается сейчас сухопутная часть операция армия не торопится и делает совершенно верно на мой взгляд потому что там еще раз говорю вот масштабы подземного города чудовищные вчера писали о том что террористы накопили там гигантские запасы топлива боеприпасов медикаментов продовольствия и могут там вести боевые действия вот абсолютно автономно в течение как минимум трех четырех месяцев и поэтому вот армия сейчас ведет себя очень и очень аккуратно торопиться уже смысла нет никакого уже все понятно потому что результатом этой войны может быть только одно это уничтожение хамас что касается россии вот очень важный момент до была принята резолюция в ассамблее генеральной ассамблее организации объединенных наций на общем говорил на самом деле о том что он это превратилась куда абсолютную пустышку и ноль вообще полный да то есть они приняли резолюцию призывающий израиль прекратить огонь но не осуждающую хамас да то есть хамас никто не осудил до сих пор вот на уровне организации объединенных наций пытались внести резолюцию в совет безопасности который имеет гораздо больше вес такая резолюция но россия и китай ее заблокировали вот вопрос почему россия блокирует резолюцию осуждающую хамас за убийство мирных граждан и тут мы узнаем что оказывается официальная делегация хамаса официальная делегация я подчеркиваю вага во главе с абу мурзуком это террорист разыскиваем во многих странах это человек приговоренный в штатах например к тюремному сроку за терроризм заочно естественно это человек которого разыскивает израильская тоже система безопасности возглавляет эту делегацию и добро бы они приехали туда как-нибудь тихо инкогнито там договориться может быть об обмене там заложников с российскими паспортами или о том чтобы из газа выпустили граждан россии там порядка тысячи человек находится с российским гражданством ну это как правило жены палестинцев или дети палестинцев они приехали совершенно открыто их принимают вот с ними общаются и у них берут интервью вот такое интервью мне попалось это такой максим шевченко есть такая совершенно отборнейшая вот он взял у этого абу мурзука интервью вот и в этом интервью там называла дорогой доктор вот дорогой доктор дорогой доктор Менгеле, видимо, ему нужно было называть, но не суть. Все это интервью состоялось сплошного тупого вранья этого Абу Мурзука. Вот Шевченко там, разявив рот и капая слюну, сидел там, кивал и смотрел ему в рот. И Абу Мурзук сказал несколько важных вещей, кстати. Вот что любопытно. Я специально это слушал, но это такое можно слушать только вот по служебной необходимости. По доброй воле ты можешь такое слушать, если ты кретин и веришь в плоскую землю. Потому что ни один нормальный человек, который хоть немного понимает в том, что у нас тут происходит, не может слушать это и в это поверить. Как верить в плоскую землю. Но не суть, а суть в том, что Абу Мурзук сказал, а мы гражданских-то не убивали. Их убивали простые палестинцы, которые вот из газа ломанулись вслед за боевиками на территорию Израиля. Это вот они убивали гражданских. То есть он обвинил палестинский народ в совершении военных преступлений. Палестинский народ в совершении военных преступлений. Но это опять же неудивительно. Понятно, что для Хамаса вот эти два или там два с половиной миллиона палестинцев, живущих в секторе газа, это не их народ. Это их живой щит. Это кормовая база. Это вот как бы источник дохода. Источник рекрутов новых в боевики, в террористы. И плевать они на них хотели, сколько их там поляжет. И учиняя вот эту всю резню, они прекрасно понимали, что они подставляют их под наши бомбы. Но окей, как бы вот такой у них подход. С террористов что взять? И кроме этого Абу-Мурзук сказал очень важную вещь. Заключается она в следующем. Мира с Израилем у нас не будет никогда, сказал он. Что на этой земле останемся либо мы, Хамас, либо евреи, Израиль. И вот тут я с ним совершенно согласен. Потому что на этой земле нам реально вдвоем места нет. То есть либо останется Хамас, либо останется Израиль. Может это случиться вот если Хамас уцелеет в ходе этой войны. Это случится прям не сразу, но мы фактически как государство подпишем себе смертный приговор. Вопрос возникает тут собственно к России. И даже больше к израильскому руководству. Вот как вот столько лет вы строили отношения с этими ублюдками, с этими людоедами. Как бы называли там дорогим другом. Нетаньягу фотографировался с Путиным. Пожимал ему там руки всячески. Использовал даже эту фотографию своей предвыборной кампании. Мол, смотрите с какими людьми я общаюсь. А оказалось, что они нас продали в секунду. Я об этом повторял миллион раз. Продадут при первой же возможности. Они принимают у себя террористов, убивших наших детей и женщин, как официальную делегацию. О чем тут можно вообще разговаривать? О чем можно, что можно здесь вообще обсуждать? Это же абсолютно все ясно и понятно стало. Кроме того, там пошла такая волна антисемитизма в России совершенно чудовищная. На Кавказе в Карачаево-Черкесии митинг с требованием выселить всех евреев из этой республики. В Хасавюрте какая-то толпа пыталась ворваться в гостиницу, потому что там якобы находятся израильтяне. И эту гостиницу разгромить и сжечь. О чем разговор вообще? Кадыров сказал, что израильский фашизм чуть ли не хуже гитлеровского. Да все же понятно уже, понятно и ясно. И по идее надо бы нам тоже уже как-то определиться. Это будет один из вопросов к Нетаньягу. Что ж ты с ними-то лизался вот так вот, сжахался-то в десны. А оказалось, что они же такие же фашисты, как и Хамас, даже хуже может быть. Потому что у них еще ядерное оружие есть, кстати. Они придадут нас при первой же возможности. Оно так и получилось. Кроме этого, конечно, российская пропаганда сейчас старается очень сильно. Но работают ребята плохо и без огонька в этом смысле. И я вам сейчас покажу одну вещь. Вот видите кусочек из видео. Вот тут написано, значит, со ссылкой на руководителя Хамаса. О том, что сионисты пытались напасть на сектор газа по трем направлениям. Все атаки были отбиты. Ну, чистой воды сводка в духе а-ля генерал Коношенков. И в качестве руководителя Хамаса на фотографии изображен Али Барак. Один из руководителей Хамаса там написано. Вот это Эхут Барак, наш бывший министр обороны. И очень известный человек, которого называли солдат номер один. Он когда-то в спецназе Саерет Маткаль был командиром у Бениамина Нетаньягу. То есть он командовал подразделением, в котором нынешний премьер тогда служил офицером. То есть там никто даже не парится никаким фактчекингом, выяснением чего, кого, кто это вообще изображен. Главное, чтобы был бородатый. И вот туда его и влепить. Короче говоря, Россия оказалась другом нашего врага. Причем умные люди-то предупреждали, что так оно и будет. Но никто их не слушал. И вот, пожалуйста, мы имеем всплеск антисемитизма. Мы имеем Хамас, который называет Россию своим ближайшим другом. И мы имеем большие проблемы по этой части. Так что сейчас, в общем, среди прочего, израильскому руководству придется определиться. Мы и дальше играем в эту игру, что у нас есть какие-то общие интересы. Там какая-то координация в сфере безопасности. У нас тесные связи. Большая еврейская община и бла-бла-бла. Или мы уже, наконец, расставим все точки над «и» и объясним им, кто они такие. И что мы можем сделать с их базами, например, в Сирии в случае необходимости. Ну, поглядим, как это все будет развиваться. Я полагаю, как я уже сказал, государственная комиссия, которая будет разбираться, задаст в том числе и эти вопросы тоже. Россия, как в известной поговорке, только перефразирую ее, друг моего врага. И вот из этого теперь нужно исходить. Спасибо, что смотрите мои видео. Еще раз вас призываю, поддерживайте их, пожалуйста. Это очень важно. Помогайте распространять. И будем дальше обсуждать с вами события нашей войны, ну и не только.